Туров – город в Житковическом районе Гомельской области, один из древнейших городов Белоруссии и столица Туровского княжества в 12-13 ВВ, располагается на Полесье на реке Припять в 25 километрах к юго-западу от города и железнодорожной станции Житковичи, 258 километров от города Гомель. Автодорогами соединен с Дэвид городком Житковичами, Лельчицами, ближайшие города. Житковичи – 25 километров, Микашевичи – 69 километров, Лельчицы – 57 километров, Столин – 81 километр. История. Основание туров. Политический, экономический и культурный центр Дриговичей. Впервые город упомянут в 980 году в повести временных лет. Бе-Борог Волод перешел из-за моря и мяшиволость свою плацкие от Уртурови, от него Штуровицы прозвавшиеся. Город был основан на месте слияния рек Езды и Струмини, притоков Припати, которые, в свою очередь, впадают в Днепр, ведущие к Черному морю. Такое географическое положение способствовало развитию города, так как через него проходил один из вариантов торгового пути из Варяг в Греки. В 1005 году князь Святополк в Турове основал храм по латинскому обряду. После брака Святополка на дочери польского князя Болеслава Храброва в Турове появился латинский епископ Райнберн, который во время пребывания в Турове носил епископский сан. При нем в Турове возникло епископство западного обряда. В XI веке город стал одним из центров христианства. Тогда же здесь было создано так называемое Туровское Евангелие, самая древняя книга, созданная на территории Белоруссии, Туровское княжество. По пришествии в недалеко расположенный Киев династии Рюриковичей Туров стал управляться местной ветвью князя из этого рода. В этот период Туров являлся важным торговым центром древнерусского государства. В 1158 году Туров и Пинск были осаждены князьями во главе с Киевским осада продолжалась 10 недель. В 1180-е годы из Туровского княжества выделилось самостоятельное Пинское княжество. Благодаря стратегическому расположению в Турове процветали всевозможные промыслы. Также город известен как родина древнерусского теолога и философа Кирилла Туровского. Также в Турове жили святые Мартин и Лаврентий Туровские. В 12 веке в Туровском княжестве действовало два монастыря и 85 церквей. Около 1230 года в Турове землетрясением было разрушено городище, выявленное только в 1961 году. В конце 1246 года состоялась битва с монголо-татарским войском на юге Белоруссии, в том числе и в Турове. Во второй половине XIII века были сооружены каменные башни-столпы в Каменции, Брести, Турове, Гродной и Новогрудке, в составе ВКЛ. В 1320-1330 годы Турова пинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. В конце XV века Туров частное владение Михаила Глинского в 1502 году разрушен татарами. После того, как Глинский был низложен и бежал в Московское княжество в 1508 году, город был конфискован и передан во владение князю Константину Остружскому, которая занялась его восстановлением. Однако город был повторно разрушен татарами в 1521 году. Остружские управляли городом более века, пока он не был отдан в качестве выкупа за принцессу Сапегу. В 1648 году казацкие отряды под общим руководством Богдана Хмельницкого захватили Туров. После его освобождения правительственными войсками город был вновь захвачен в 1649 году при поддержке местных жителей. В период постоянных войн с Московским княжеством город несколько раз был разрушен, после чего так и не был полностью восстановлен. В 1667 году в Турове насчитывалось всего 111 домовладений, тогда как в 1648 году их было 401 в Российской империи. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 Туров вошел в состав Минской губернии России и оставался провинциальным городом. На протяжении почти всего XIX века в историческом отношении древнейшим и замечательнейшим поселением надо бы насчитать Туров. Ныне незначительное, бедное местечко на правой стороне Припяти. В настоящее время Туров, кроме воспоминаний о минувшем величии, о значении его в историческом отношении, ничем особенным не замечательным. Так писал Адам Киркор в третьем томе «Живописной России», изданном в 1882 году. Тем не менее, когда-то в Турове были деревянные тротуары, а в Центральном парке играл духовой оркестр. Имелся свой аэродром, летали кукурузники, действовал водный путь по Припяти, плавали теплоходы, можно было из Турова доплыть до Киева. Евреи в Турове. Еврейская община в Турове образовалась в 16-м столетии, в 19-м веке Туров входил в черту оседлости. В 1897 году евреи насчитывали в Турове уже 2252 чоу из 4290 всех жителей или 52,3% от всего населения города. В 1852 году в Турове существовали два еврейских молитвенных дома и одна молитвенная школа, которые фактически являлись синагогами и были официально зарегистрированы в канцелярии Минского губернатора. Синагоги мирно сосуществовали с пятью православными храмами – Петропавловской, Преображенской, Свято-Кирилловской, Илинской и Кладбищенской всех святых. Настоятелем первых двух служил священник Александр Гузаревич, а последних трех храмов Антоний Вечерко. Уже в конце 19-нач-экс-экс веков началась массовая эмиграция еврейского населения Белоруссии в США. В период Великой Отечественной войны из-за Холокоста большая часть еврейского населения Белоруссии, в том числе и Турова, была уничтожена. 20-й век. В 1940 году Туров являлся районным центром в составе Полесской области. Летом 1941 года город был захвачен, а уже в октябре начала свою деятельность Туровская антифашистская организация. Город был освобожден 5 июля 1944 года. В 1962 году Туровский район, существовавший до того, был упразднен. Туров из города был переименован в поселок и вошел в состав Житковического района «Наши дни». 10 августа 2004 года решением Совета министров Республики Беларусь городскому поселку Туров присвоен статус города. В том же 2004 году в Турове проходили дни славянской письменности и печати. Есть два промышленных предприятия – консервный завод, выпускающий консервированные овощи и соки, и молочный комбинат. В 2008 году построена новая гостиница, создается туристская инфраструктура. По состоянию на 1 января 2016 года в Турове проживало 2795 человек. Название Название города обычно связывают с именем легендарного князя Тура. Однако, возможно, что Туров – это не патронемическое название, а водный топоним, в основе которого распространенный в гидронемии бассейнов Припяти, западной двины и других рек. Корень Тур Корень Тур объясняется с помощью манас Тур озера Население Достопримечательности В старой части кладбища в последние годы XX века появился каменный крест с выщербленной поверхностью, имеющий неострые концы. Некоторые считают, что этот крест растет прямо из-под земли. Фундамент построены в 1170-е годы церкви. Самое крупное монументальное сооружение на территории западных земель Древней Руси имеет длину 29,3 метра, ширину 17,9 метра. Храм был разрушен землетрясением. 3 мая 1230 года Руина обнаружена в 1961 году Кирилл Туровский. В 1994 году в Турове ему установлен 7-метровый памятник церковь всех святых, построенная в 1810 году. Достопримечательностью этой церкви являются два двухметровых каменных креста, которые, по преданию, приплыли в Туров из Киева. Храм протестантский Построенный после 1990 года В окрестностях Турова находится уникальный природный объект Туровский луг, который весной представляет собой систему окруженных паводком островов. Известны уроженцы и жители Михаил Львович Глинский Представитель династии Глинских Князь Военачальник на службе у Великого княжества Литовского и Московского государства Кирилл Туровский Церковный деятель и писатель Древней Руси Епископ Туровский Канонизированный РПЦ как святитель Константин Острожский Князь Киевский воевода Покровитель православия Наум Перкин Белорусский литературовед и литературный критик Доктор филологических наук Профессор Александр Шефман Российский литературовед